Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. И я посмотрела, пробежалась по видеоролику по поводу Одессы и по видеоролику, который касается меня. Начнём с Одессы. Я не стану его обозревать, я не стану его обсуждать. Я просто хочу сказать одним словом. Лицемерка. Это та, которая говорит, что вот они скучные такие, что они без настроения. Что ты несёшь, Настяка? Какое без настроения? Мы прекрасно видим по шёрцам, какое у вас настроение. Как вы гоняете на шашлычок, как вы там ржёте, и вы будете говорить фальшивке, что у вас настроения нет. Даже не хочу обсуждать это. Настолько поганой лицемерии, что просто нет слов. Дальше про драники. Ой, ребят, я просто, знаете, вот удивляюсь в который раз. Как можно быть вот такими бестолковыми? Ну, вот понимаете, им всё время кидают какую-то фейковую информацию. То у меня мужа нету, то потом оказывается, что муж меня из психушки забирал в тапочках зимой, там, где никто не видит. То и детей у меня нет, а я на какую-то дочку там на операцию деньги собирала. А оказалось, что это вообще на какой-то приют. Чё они только не несут. Вот им кто-то что-то шлёт. Видео уже, наверное, только ленивый не видел. Уже это видео, может, 10 человек переделало. То меня пьяной делали, то ещё что-то. Я уж просто не могу. Как можно, да, вот даже затрагивать вот такую фальшивку, да? Ну, девочки ж у нас не блещут умом, да, а блещут тупостью. Поэтому, ну, здесь я хочу сказать даже спасибо за то, что прорекламировали меня. Отправили ко мне на канал своих зрителей поискать видео, да? И что хочу сказать, девочки, но вы же уже тогда называйте канал. А то, ой, мы вообще не хотим говорить. Ну, да, мы не хотим говорить. Мы вообще ничего про неё не хотим говорить, но говорим. Потому что колбасит, правда, девчули? А колбасит ещё как, я понимаю, колбасит. По поводу драников, ребят. Ну, это не драники. Ну, какие это драники? Ну, это точно не драники. Им в комментариях написали, что это какие-то, может быть, картофельные оладьи, да? Их даже блинами не назовёшь. Вот у меня дядя блины готовил, картофельные. Они вот такие большие были, как тоненькие блины, только большие, картофельные. Туда он добавлял сметану, несколько яиц и вот жарил такие блины большие. И в деревне-то кушали со шкварками и с яйцами. Поэтому, ну, каждый готовит блины по-разному, картофельные. А драники готовятся совсем по-другому. Драники должны быть хрустящие. На мелкой тёрке они должны быть, а не на крупной. У нас вот такие вот, как показали девки, называются ёжиками. Кому лень руками тереть, да, и нет комбайна, допустим, ну, те трут на крупной тёрке, выдают это тоже как за блины, но не как за драники. Драники должны быть тонкие и хрустящие. Ещё есть колдуны. Ну, мы так их называем, я не знаю, но, по крайней мере, я от многих слышала, что блины колдуны, где внутри мясо. Ну, это тоже как бы относится, ну, типа к драникам, но это не драники. А драники тонкие, хрустящие, которые прям вот хрустят. Ты жаришь не на таком вот, знаете, ограниченном количестве масла, когда они не жарятся, а я не знаю, там, томятся, что ли, на сухой сковороде, а когда они с корочкой прям, с корочкой золотистой. Ну, у нас девицы же такие умные-умные сидят. Ой, не справилась. Да с чем я не справилась? Вы вообще хоть раз видели, чтобы я жарила блины? Или вы видео смотрите, которое уже тысячу раз переделано, кем только оно не переделано, в каких редакторах оно только не побывало? Я говорю, и пьяные меня делали именно из этого видео. Я уже сколько раз смеялась. Интересно, когда я успеваю протрезветь? Ну, знаете, это просто уже даже не смешно, это настолько глупо. Я говорю, только вот всякие такие безумные личности могут даже вестись на такое и такое обсуждать. Ну, что тут поделаешь? Что тут поделаешь? Ну, и, значит, что еще хочу сказать? Настя тут понты кинула. Что, якобы? Ой, она и драники. Что, она не знает? Тут вот, бульба не справилась. А я драники жарю с пяти лет. Настяка, твою мать надо было лишить родительских прав. Интересно, что это за мать такая, которая ребенка ставит в пять лет у плиты, где может обжечься ребенок, где масло может капнуть? Что это за мать, которая позволяла ребенку заниматься драниками, вместо того, чтобы в этом возрасте играть в игрушки и гулять с детьми, и вместо того, чтобы мать сама занималась с ребенком. Книжки читала, на прогулку выводила, а она у плиты ставила в пять лет ребенка. Тогда, получается, мать твою надо было лишать родительских прав. Пятилетка ты наша, блин, с драниками. Уже прям смешно. Уже б хоть не позорилась. Это же надо уже дойти до такого, чтобы уже такие байки сочинять. Вот правда говорим все время. Но ни на что умная не способная. Абсолютно ни на что. То фейки собирают всякие, да, то драники с пяти лет жарят. И не, не, мы не будем больше говорить. Мы не будем вообще о ней больше говорить. Ой, мы даже не хотим. Даже не хотим, но говорим. И прям до бесконечности. А потому что колбасит. А потому что аж разрывает от злости. Точно так же, как и от комментариев, да. Пишут, пишут комментарии, пишут, пишут. Не, мы не читаем. Настяка, я вообще не читаю. А как начнет трясти этими ручонками? Как начнет возмущаться? Что она там мне говорила? Глазками хлоп-хлоп. Настюш, лучше глазками хлоп-хлоп. И потом удачно выйти замуж. Нежели трясти ручонками, теребить постоянно волосы, на нервах эти губы свои мазать и натирать одна об одну и перекачиваться с ноги на ногу. Вот это вот страшно. Вот это уже ненормальное явление. А глазенками хлоп-хлоп. Это очень мило, дорогушенька. И нынче очень модно. Ага. А вот заниматься такой ерундистикой, как ты, это настолько позорно. И главное, Анька, которая у нас чё-то прячется за кадром, рассказывая про какие-то фильтры. Слушайте, это ж они всё время меня смотрят, получается. А чё ж вы стримы мои-то не смотрите? Или вы не знали, что в стримах, ну, вроде как, и фильтры не поставишь, потому что это прямой эфир. Да. Если какие-то там фильтры, можно в редакторе, наверное, поставить. Ну, не наверное, а точно, если монтируешь где-то там в компьютере или в ноутбуке. В телефоне фильтры тоже не поставишь. Ну, смотря, может быть, в каком телефоне. Ну, в моём я не знаю, где какие фильтры. Но фильтры я могу поставить, изменить цвет, то есть там сделать поярче картинку, либо потусклее сделать картинку, либо чёрно-белую. Но как можно изменить лицо, ну, это только где-то посложнее редакторы. Так что, девочки, припевочки, вы бы уже лучше свои хлопушки захлопнули и молчали. Ну, а вообще лучше жуйте своими хлопушками, наедайте дальше себе жиры. Нашли с кем равняться? С женщиной, которая скоро уже бабушкой будет, у которой дети такие же, как вы. Но, правда, по уму вы даже мизинца не стоите, моих девчонок. Угу. Таких глупых девчонок они ни разу не встречали в своей жизни. И слава богу, что не встречали. Слава богу, что такие только путаются в интернете. А вы в очередной раз опозорились. Ну, собственно, чё вам? Вам же позориться не привыкать. Вы же любите позориться, чтобы побольше вам написали, побольше вас посмотрели. И вам так хочется постоянно своих зрителей разозлить. Но с вас же только смеются. И людям до лампочки. Что вы там визжите, что вы там кричите. Люди пришли, посмотрели и ушли. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока.